Почему вы называетесь дуэт Зикар? Для тех, кто не знает. Есть такая расшифровка земные игры космического разума. Такая вот шуточная. А вообще Зикар это одна из техник вибрационного голосоведения, которые мы изучали, из которых синтезировали свой вокал, свою музыку. В основе это всех народных способов голосоведения в различных частях мира лежат вибрации. Вот мы это использовали. Скажи ты, что они будут. Сейчас она помнит. Как вы научились из-за какого владения голоса? Извлекать вот такие звуки? Много лет разнообразного труда. Петлического труда, театрального труда. И вот в результате вот так извлекаем звук. Ну, правда, много разнообразных техник, которые мы используем. У нас в театре вот, когда Игорь Николаевич создал первый театр, тогда он назывался «Лубный цветок». Там вот эти техники просто для актерского тренинга использовали, потому что театр был драматический в большей степени, чем такой музыкальный. А потом из театра родился Дойт Зикр. И уже Дойт Зикр начал еще в свою копилку собирать другие разнообразные музыкальные техники, в родине волоса, пространство. А теперь вот еще канун 15-летия Дойт Зикра появился вот такой замечательный театр Модолоска, который родился из дискоса. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете находясь на сцене? Подпитывает ли зал? У вас энергии какой-то? Это какой-то взаимный процесс. Да, я думаю, что взаимный. Я думаю, что и мы в зале что-то... Мы подпитываем. Он нас подпитывает. Это такой обоюдный. Обоюдный. Вообще, Дикр в буквальном смысле он означает вот такое ритуальное песнопение, как бы разговор с Богом. Этим мы как бы для себя обозначили то, что нас интересует. Вот те пласты человеческой души, которые нам хотелось бы озвучить и которые отзываются в самых разных людях. Мы поем 15 лет, объехали полмира в разных совершенно аудиториях и совершенно разные люди и социальных, и образовательных слов, и материальных слов. у них это отзывается и они приходят, благодарят нас и слушают нашу музыку. Хотя вначале нас пугали, что вообще какая-то такая специальная публика нужна. Оказалось, что это очень демократическое искусство на самом деле. Где вас встречали особенно тепло? Можете припомнить, какой-то интересный случай? А неожиданно тепло в Финляндии, да. Оказалось, очень горячая публика. Там был студенческий, по-моему. Ну, не могут быть, не только там, молодежный. Мы там пели, как и в Тунисе, кстати. Просто не отпускали совершенно. Мы пять раз выходили на бис, пока уже наш тогдашний продюсер просто не остановил нас, потому что на следующий день был еще один концерт. Точно так же было? Вот в Тунисе так было на студенческом фестивале, нас пригласили. А в Словакии даже дискотека получилась. Да, прям в зале люди начали танцевать. А так вообще всякое было. На Бродвее очень хорошо принимали, особенно на малой, девушке студентов. Как-то вот, да, мы удивились, потому что это был наш второй, по-моему, или третий год, когда мы пели Зикр. Мы приехали в Нью-Йорк на Бродвее в школе, такой огромный колледж, Меркинхолл называется, мы пели. И там яростней всех как раз вот эти студенты, которые помогали обслуживать что-то там, делали, они просто выстроились вот так на лестницах в несколько годовых нам пока были. Ну, вообще, очень интересно, что среди вот как бы поклонников наших есть и коллективы, так сказать, пожилых людей, которые регулярно слушают и просят, чтобы мы обязательно им присылали все новые записи и молодежь, которые... Дети очень. Да, и дети даже реагируют. Они любят петь. То есть очень разные люди по-разному. Знаете, нам уже удалось пообщаться с некоторыми вашими слушателями сегодняшнего концерта, и многие говорят, что на ваши концерты надо приходить подготовленным. То есть... Как вы рекомментируете? Ну, мне кажется, подготовка нужна только одна. Надо убрать всякие концепции из головы по поводу музыки и просто слушать. Как отзывается, так отзывается. Потому что мы пели среди профессионалов, и вот в Италии был профессиональный такой фестиваль, где были только исполнители, композиторы, музыковеды. И пели для Ростроповича с Вишневской в такой приватной обстановке. И... Они тоже оценивают по-разному. Кому-то больше, кому-то меньше. Но с рокерами мы были на фестивале. С рокерами мы пели в Берлине. Были на фестивале. Втроем в Ташкенте на гастролях. С жазменами пели. Так что мы вот думаем, что это очень пластично, демократично. И нам, самое главное, это нравится. И не только нам, как выяснилось. Это уже здорово. Вы наверняка тратите большое количество энергии за концерт. Как много требуется времени для восстановления? Раньше было очень много. Вначале до двух недель. А сейчас день-два. У нас есть специальная для этого психотехники, чтобы восстанавливаться. сроковая, да. Сутра нарабатывалась годами. Ну, естественно. Естественно. Наибольшая благодарность зрителей для вас. Спасибо. Большая благодарность зрителей. Какая? То, что они приходят к нам на концерты. Вы знаете, что для меня самый такой много разных интересных историй. Но вот однажды после концерта мы пели в Питере, в капелле. Пошел мужчина и говорит, вообще-то я водила. Я просто сидел в зале, ждал шефа, потому что на улице зима, холодно. и поначалу я вообще не врубался, а потом что-то мне так за душу взял. Я детей вспомнил, дочку, свою жену. Так хорошо, так душевно. Спасибо, ребята. Вот для меня это вот такой какой-то очень символический случай, что человек не пришел слушать даже концерт, он просто сидел, но его достало, его зацепило. Вот это великолепно, мне кажется. Что у вас в планах в будущем? В планах у нас сейчас серия концертов в Италии, в Москве, в Киеве, в Петербурге. Еще в перспективе мы хотим сделать такой спектакль шоу. Вот вместе с ребятами в нашем театре, театр голоса, мы хотим сделать такое представление, посвященное выдающимся украинским женкам под названием Бляфам. Вот я хочу, что Оля как была там, показала все, на что она способна она способна очень многое. Спасибо. Скажите, как вам удается не сбиваться на современные какие-то напевы, мелодии, а вот излагать то, что удается? Если хочется современного попеть, потанцевать, я хожу на дискотеку и там отрываю по полной. А я вообще любитель этого дуэта. Когда мне хочется послушать музыку, я ставлю какой-нибудь альбом этого дуэта, у нас много разных, у нас есть там happy, happy, crazy, free jazz, у нас есть иерический джаз, у нас есть даже концептуальная музыка, мы в Париже записали с французскими музыкантами, совершенно такая концептуальная. Так что большое... джейских джейских сейчас два альбома, да, вот... кроме Sound of Magic, еще такой альбом питерский, Самсоновый Зикар, предчувствие падающей звезды, там совсем, даже я бы сказала, ну да, диджейс, лаундж музыка. Там есть одна из мантры с БГ, и вот может быть как раз в рамках 15-летия в Петербурге собирается... Мы время от времени пробуем, встречаемся с какими-то интересными музыкантами, которых отзывается, у них отзывается, они у нас отзываются. Мы пробуем, что-то делаем вместе, иногда из этого рождаются записи, альбомы. Ну а как у нас музыку, помимо дозика, вы слушаете? Есть ли у вас на современной эстраде поп или другого направления какие-то... Ну отдельные вещи есть, конечно, какие-то. Например? Ну я в машине Тимберлейка люблю слушать. Тимберлейка? Да. Да. Мне очень нравится. Последнее его творчество, да? Последний альбом у меня есть, я его с удовольствием слушаю. Какой еще? Вот был период, слушала Токио, потом... Не знаю, как-то по-всякому. А я любитель мужского голоса, естественно, поэтому я люблю слушать всякие такие мужские группы, мужских солистов разных со всего мира и современных. Единственное, что я как-то не включаюсь в рэперов. Вот что-то у меня не получается. мне не нравится Настя и Потапа. Ну, это вот хохмы, да, а всерьез я его не встречаюсь. Ну, молодец, Серега, хорошо зарабатывает, молодец, умница. Но это вот, я как музыку это не воспринимаю. Тогда лучше Моцарта сороковой поставить. Ну, и на последнем, вот как вы могли бы охарактеризовать, что такое Sound of Magic? Что для вас? Это магия души. Понимаете, каждый человек в потенциале гигант. А в актуальной жизни, к сожалению, пока такая жизнь, что он мальчик с пальчиком. И вот он бегает по себе. Или девочка припевочек. Да, по себе бегает к большому великану и никак не поймет, что это все его. И особенно то, что касается души. Поскольку вот вокруг депрессуха, неврастения, разносы всякие, то есть это все потому, что человек не умеет разговаривать сам с собой, что он не верит, что у него там внутри огромный мир. И вот в силу своих способностей профессиональных и художественных мы стараемся этот мир выразить, показать, чтобы люди поверили через музыку, что в них это есть. Вот и все. Такую специфическую музыку души. А как собираетесь праздновать Новый год? Не в работе ли? Я еще не знаю. Нет, не в работе. Нет. Нет, как-то в этот раз год мы отдыхать будем. Думаю, что отдохнем. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...